Андрей, приветствую. Это Юра. Привет, Юра. Это видеоанализ голоса. Первый этап у тебя. Пришёл к тебе за помощью. Никак у меня не получается научиться петь на опоре, из-за чего я сильно сиплю, хриплю, быстро устаю и жутко краснею. Обычно вот этот сип, хрип, быстрая уставаемость голоса вызывается пением не в своей тесетуре, пением не в своём типе голоса, когда ты себя, например, относишь к баритону, будучи тенором, или наоборот, будучи баритоном, относишь себя к тенору. И такое может появляться и от того, что даёшь слишком большую вокальную нагрузку себе на таком уровне развития тебя как вокалиста. Проще говоря, при непоставленном голосе даёшь себе сильно большую голосовую нагрузку. Что я хочу этим сказать? То, что даже при непоставленном голосе, да, даже не умея петь, можно не хрипеть, не сипеть, не зажиматься, не уставать и не краснеть, если что? Если просто щадить себя, то есть петь соответственно своему уровню вокального развития, не давать себе большую вокальную голосовую нагрузку и всё. Знаете, вот я не умею петь, всё, значит я пою столько, сколько вот душа желает и не более того. Пока я учусь петь тоже, я пою не громче, не дольше, то есть какие-то рамки должны быть ограничивающие, сохраняющие, щадящие твой голос. Вот, сейчас продемонстрирую, начну смычание. Начал с ля большой октавы, довольно плотненько, проблем со смыканием не слышу, довольно плотненько смыкаешь и звон есть у связок. Значит проблема в другом, возможно, в объёме, в объёмах головных резонаторов. Сейчас будем слушать дальше. Ну вот, начинаешь немножко атаку размягчать, добавляешь предыхательную атаку именно в процесс упражнения, чего делать нельзя. То есть делаешь вместо того, чтобы да всё время ты вместо этого делаешь то есть расслабляешь фанаторные мускулы перед каждым перед каждой новой нотой и чтобы таким образом я понимал, зачем ты это делаешь чтобы дать себе расслабление и войти как бы вот в новую ноту создать новый звук но это это неправильно вот понимаешь, смык всё равно хороший вот не придерёшься правильный смык у тебя нормально идёт вот сталь такая в голосе не хватает чего-то стабильности неустойчивый голос из-за того, что у тебя гортань не крепится она конечно не должна фиксироваться но вот она всё равно она задирается сразу даю рекомендацию избавляйся от придыхательной атаки в процессе упражнения вот ты делаешь это размягчает твою атаку которая изначально у тебя очень неплохая вот твоя твёрдая атака ты можешь конечно изначально стараться с мягкой атакой петь, чтобы не зажиматься но не делай вот это никогда вот слышно, что у тебя носоглотка хорошо резонирует звоночек есть этот звук неплохой то есть не сказать, что это гнусовый звук потому что во-первых это упражнение на закрытом рте но ты поёшь вот сейчас это мычание такое делаешь как будто исключительно носоглоткой вот ты просто делаешь очень узко узкую ротоглотку задирается гортань изначально и всё ты её зафиксировал задранную и делаешь вот так вот делаешь если тебе тебе короче нужно подумать о том чтобы звук направить в ротовую полость понимаешь о чём я говорю я не про ротоглотку говорю ротоглотка она сама собой должна у тебя быть объёмно за счёт опускания гортани опустил гортань ротоглотку увеличил а я говорю ещё про ротовую полость про сам рот хоть это упражнение мычание хоть у тебя рот закрыт но вот пошли попробуй пошли звук в рот именно чтобы у тебя был не туда вот что ты делаешь в нос а во рту он как будто у тебя кружился и потом уже понятное дело шёл в нос потому что ему некуда больше идти как только в нос вот сделай так вот в рот я послал ну понятное дело выходит у меня уже из носа звук но изначально у меня идёт волна вот эти высокие частоты изначально высокие частоты отражаются от задней поверхности глотки моей точнее ротоглотки не носоглотки потому что если уже они пойдут в носоглотку то всё они потом в нос выходят из носа от задней стенки ротоглотки высокие группы обертонов способны отражаться в отличие от низких групп обертонов у которых короткие у которых наоборот длинные волны и они не могут отражаться в таких маленьких объёмах как наш голосовой аппарат поэтому я говорю о высоких частотах вот они отражаются и идут в рот во рту ударяются о стенки твёрдого нёба и таким образом ещё идёт колебание и там понимаешь ещё добавляется тебе тембр и уже потом это всё собирается и идёт в полость носоглотки там уже идёт пускай идёт резонация вот этой тысячи герц да, назальной это тоже это красивый тембр но при условии что эта тысяча герц будет обязательно тише чем сама высокая певческая форманта высокая певческая форманта у нас около двух тысяч пятьсот трёх тысяч герц но смыкание у тебя действительно хорошее вот даже и учить себя смыканию и не хочется вот из-за этой плотности смыка возможно ты себе позволяешь вот эту придыхательную атаку в процессе упражнения да вот это делаешь вот делал такого чтобы как будто немножко разгрузить свой голосовой аппарат от постоянства твёрдой атаки от зажима но тогда лучше воспитывать мягкую атаку да всё-таки чем постоянно впихивать придыхательную атаку в упражнения потому что придыхательная атака ты же понимаешь что это значит это сначала идёт воздух между связками потом смыкаются связки с воздухом и то есть первый воздух второй звук при придыхательной атаке при мягкой атаке одновременно идёт воздух и звук так вот придыхательная атака вредна чем она вредна именно тем что нарушает оперативную адаптацию нервной системы и голосовых связок и фонаторных мускул именно нарушает эту оперативную адаптацию к подсвязочному воздушному столбу то есть так если ты смыкаешь и всё время у тебя звук образуется то у тебя находится определённый механизм баланс ты находишь какое-то давление и плотности смыка а если ты подключаешь придыхательную атаку в процессе упражнения именно я говорю про вред придыхать на атаке в процессе упражнения так она полезна придыхать на атаку её можно использовать много где но именно в процессе упражнения ты конкретно сбиваешь полностью весь биомеханизм звукообразования и получается каждый раз на твоей нервной системе нужно искать способ и баланс искать правильное соотношение подсвязочного воздушного давления и плотности смыкания голосовых связок то есть каждый раз после придыхать на атаке твой мозг находится в поиске вместо того чтобы вместо того чтобы отшлифовывать звук да вместо того чтобы сделать качественнее звук он не делает качественнее звук он образует новый звук он каждый раз образует снова и снова звук с нуля и над ним ты не получается не можешь работать ты не можешь петь и ещё обрамлять его тембром потому что каждый раз подключаешь придыхать на атаку и сбиваешь весь этот механизм сбиваешь выдохом воздухом вот неплохой звук был но если бы ещё добавить ротовую полость то есть немножко опустить челюсть да добавить рот а потом уже изо рта пускай этот звук пойдёт уже тебе в нос рот всё-таки закрытый все дальше хрип я конечно не хочу спешить с выводами но вообще интуитивно я думаю что ты тенор судя по диапазону внизу и судя по тембру хотя я могу ошибаться потому что возможно ты используешь свой тембр не на все сто процентов на очень малое количество процентов используешь именно возможности своего типа голоса своего тембра то есть возможно ты баритон да но ты поешь за ужина задираешь гортань сейчас мы ещё посмотрим как у тебя при открытом рте работает твой голос так что в принципе тембр ещё можно добавить намного сильнее добавить будет объёмней даже если ты и тенор но ты будешь как тенор более более бархатный и тембристый а если окажется что ты совсем не использовал свой тембр то есть будучи баритоном то это ещё интереснее тогда ситуация то есть возможно тебе нужно будет дать некоторые указания работы над тембром поиска собственного типа голоса продолжим упражнение соль соль вообще нормально вот это упражнение исполнил я надеюсь что ты и дальше его так будешь исполнять Сейчас я все-таки ближе склоняюсь больше к тому, что ты тенор Но еще сейчас посмотрим Вот хорошо взял, хорошо использовал, не форсировал Боюсь, что сейчас начнешь форсировать Можно было немножко гортань опустить больше У тебя стабильнее тогда голос был Потому что я слышу, ты вот Немножко елозит голос, да Это из-за нестабильности гортани Вот немножко ее опустить, чтобы почти близко к фиксации Но, конечно же, фиксировать нельзя Нам гортань, как мы знаем, да Гортань должна быть свободна и участвовать в процессе вибрато В общем процессе вибрато в организме Но все-таки ближе к фиксации тебе задуматься нужно Чтобы гортань как бы ближе к фиксации Чем дальше от фиксации, я бы сказал То есть задуматься о том, чтобы ее все-таки больше удерживать Потому что вот как раз таки она у тебя расхлябана Из-за этого неустойчивость голоса Это дело не в слухе, нет И слышно же, что у тебя интонация немножко ездит Но потом ты в ноту-то все равно въезжаешь То есть ты попадаешь, ты ноты соображаешь Мозги есть, слух музыкальный есть Тут вопрос в обычном, в вокальной позиции Вот Вот у тебя идет глас на О А устье рта показывают гласную У То есть я не думаю, что это тебе удобно Надо все-таки дать гласной О Еще и выход такой на устье рта Такой, как соответствующий гласной О А не гласной У Потому что ладно, когда гласную У Мы немножко прикрываем устье рта И у нас весь объем идет вот в ротоглотке И он потом фокусируется И уже выходит такой собранный Такой негромкий звук через устье рта А на гласной О все-таки дай О Вот надо губы немножко раскрыть А если губы закрыты, получается почти У, но еще хуже, потому что на У хотя бы у нас рефлекторно опускается гортань И увеличивается ротоглотка, то на гласной О у нас позиция ротоглотки примерно такая же, как и на гласной А То есть получается рефлекс не срабатывает у ротоглотки, а тембр объем маленький И при этом еще и закрыты уста твои Так что, ну, просто немножко дай округлость губам и выпусти, как через рупор, через губы гласную О, звук выпусти О, вот уже слышен и легкий форсаж Почему? Потому что поешь Вот представь, вот ты как бы поешь Немножко внизу гортани То есть ты поешь вот там Просто представь, да Я обычно образами стараюсь не говорить, но почему бы и не сказать Вот щитовидный хрящ, да Вот ты поешь щитовидным хрящом А надо еще сделать как бы сужение, напряжение над щитовидным хрящом Ты поешь Соль идет форсаж Если ты сделаешь напряжение еще и над щитовидным хрящом Соль у тебя получится импеданс Импеданс просто получится Соль Не хочу, конечно, хвастаться, но я слышу свою школу Ты много делаешь именно правильных вещей То, что одно дело, что я даю замечания какие-то, да Но другое дело, что в принципе мне нравится твой голос У тебя все нормально Ты говоришь, зажимаешься, сипы, хрипы Может ты просто работаешь как музыкант И замучиваешь себя Просто береги себя Ты очень много правильных вещей делаешь У тебя смыкание хорошее Резонация идет головная Вот слышна высокопевческая форманта Я потом сделаю в эквалайзере Визуально покажу тебе твои обертоны твоего голоса В конце этого урока Именно покажу визуально Как у тебя образуются обертоны и певческие форманты Как низкую певческую форманту Так и высокую певческую форманту Я тебе покажу Покажу тебе, как у тебя основной тон образуется И покажу тебе частоту твоего носа Назальный, этот призвук носовых раковин Покажу именно резонатора носового Тоже гайморовых впадин Посмотришь именно визуально В эквалайзере увидишь Но что мне нравится Смык у тебя правильный И ты стараешься реально удерживать гортань По моим советам, что ли По моей школе То есть много чего делаешь правильно Много Если тебе не давать форсировать Вот если ты поешь Если бы еще педагог рядом с тобой сидел И просто не давал форсировать Все Этого достаточно Такое ощущение, что ты уже знаешь Что вообще, что делать Понимаешь Ты почти все знаешь Что делаешь со своим голосом Ну, некоторые моменты можно исправить, конечно И лучше всего было бы, конечно, исправлять Непосредственно, сидя Смотря на тебя Смотря тебе в рот Когда ты поешь Вот А так, в принципе, ты много чего делаешь правильно Звук плотненький Резонация головы есть Ну, трахея немножко слабенькая Но, учитывая, что ты тенор, да У тебя и не будет трахеального звука Такого Соль У тебя не будет глотки Такой Ну, если ты тенор А ты, скорее всего, тенор Звук хороший, нестабильный, это да Над гортанью поработать Перед зеркалом делаешь упражнение И все, и смотришь, чтобы оно у тебя не колбасилось Ни вверх, ни вниз Примерно на одном положении оставалось Желательно пониженном То есть, чтобы вот сам этот щитовидный хрящ Был немножко ниже, чем когда ты молчишь Упражнение Ма Вот начал неплохо Но чувствуется вот пение на выдохе И боюсь, что это пение на выдохе Сейчас тебя спровоцирует на конкретный Откровенный форсаж Ну, сейчас посмотрим Ма 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 Ну, что интересно, вот со второго раза Форсажа не было Такой же, такой же голос Но очень узкий тембр У тебя просто задрана гортань Ма Ты делаешь вместо Ма Ма То есть, во-первых, импеданса не слышу Нету верхнего акустического сопротивления У тебя только идет нижнее давление Вот это воздушное И смык Все Импеданса я не слышу Да, такой небольшой пассивный форсаж есть Негромкий такой прорыв воздуха Но не орешь Это тоже хорошо хотя бы С этой штукой С пассивным форсажем проще Ты хотя бы не убьешь Связки Не ушатаешь Это исправимо Добавить импеданс Вот верхнее давление Верхнее И все исправится Очень быстро С пассивным форсажем проще Вот мы люди Так устроены противоречиво Мы слышим, что вот Ма, да Нельзя распускать звук Ну вот ты это чувствуешь интуитивно И чтобы его не распустить Ты прикрываешь рот Хотя Дело же не в этом Чтобы его не распустить Нужно фокусировать звук На уровне глотки А точнее Нижней части глотки И в общем ротоглотки Именно там нужно звук Ма, 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 ма Вот направляешь как бы на На затылок звук Уже идет фокусировка Язык Корень языка Приближаешь тоже к затылку К задней части Ближе делаешь язык Ближе делаешь корень языка К задней части глотки Ма, 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 ма Если говорить про гласную А Я сейчас именно про гласную А говорю Все, фокусировка произошла звука Звук собрался И как бы ты уже рот не открывал Ма, 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 ма Звук будет собранный Вот А рот же сам нужно открыть Потому что это наконечник рупора То есть это выходное отверстие рупора Рот Усть рта То есть рот все-таки нужно приоткрыть И дать звуку выйти Это не значит, что ты распустишь звук Все, куда он уже распустится Если он уже собрался Если он уже сфокусировался на уровне Ротоглотки Так что Ма, дай свободу выходу Звука изо рта Ма, 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 ма Да, должен тебе сказать Напомните, я сейчас буду несколько раз говорить Про импеданс Про надсвязочное акустическое сопротивление Ну, то есть понятное дело Что мы не способны сделать Надсвязочное воздушное давление Да, потому что у нас же нету диафрагмы в голове У нас же нету легких в голове То есть воздушного давления Мы не сделаем Но акустическое сопротивление То есть за счет За счет звуковых волн Отражающихся от поверхностей Головных резонаторов И идущих на голосовые связки Мы можем хоть частично Компенсировать вот это Подсвязочное воздушное давление Ма, 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 ма Да, вот хорошо ты делаешь резкий звук Мне нравится вот эта резкость Ма, 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 ма У меня, кстати, раньше такой не было резкости Я ее выработал Путем именно Вырабатывал смык правильный Верхний смык голосовых связок Именно вот там, где у нас Фальцет образуется На самом верху голосовых связок Вот там я учился делать вот это А, 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 а Чтобы не было А, да Чтобы А, не было такого А, а Это я долго вырабатывал И у тебя это есть Это огромный плюс Это, то есть, понимаешь, это материал С которым То есть Ты сомкнул связки У тебя создались нужные обертоны Нужный тембр Все у тебя на связках уже создалось Осталось только Не погасить его Осталось дать ему выйти правильно Сфокусировать звук в глотке Дать выйти через ртовую полость И через устье рта Ты выпускаешь звук через носоглотку Слышно, что у тебя этот язычок нёбный Маленький, который Он не заворачивается Слышно, что он не закрывает вход в носоглотку Слышно, что ты вот У тебя звук хороший образуется на связках Ма-а-а Но он идёт у тебя Ма-а-а Узкий тембр идёт Глотка, ротоглотка Маленькая гортань задрана Мягкая нёба опущена И что, и объёма у ротоглотки нет Весь звук идёт Ма-а-а На нос Ма-а-а И вот этот хороший звук, который у тебя образовался На голосовых связках Ммм А это, кстати, самая сложная штука Вот Дыхание и смык Правильный Вот эти резонаторы Направление звука Это всё Это очень быстро Я этому быстро учу людей На затылок направил Направил на твёрдое нёбо Всё, звук вышел А вот смыку обучиться И дыханию И то дыханию и проще Смыку именно А-а-а-а-а-а А вот это Это очень сложно У тебя это есть Тебе достаточно сейчас освоить простые вещи Направить звук на затылок Поднять мягкое нёбо Направить звук от затылка на твёрдое нёбо Ну, тут уже ты не сам направляешь А По законам акустики Звук, понятное дело, отразится сам И пойдёт на твёрдое нёбо И в сторону корней чуковских Корней верхних зубов Вот Чтобы это сделать Нужно наклонить надгортанник немножко Поднять мягкое нёбо Чтобы сделать Обтекаемой Верхнюю часть Твоей ротоглотки М-а-а-а Чтобы звук не шёл вот сюда М-а-а-а Я ж думаю, ты сам это слышишь и понимаешь То есть Просто я вот это говорю И тебе ещё более понятно будет И ты сейчас поймёшь, что нужно делать Вот сделай вот, знаешь, как депутат просто Не так, что М-а-а-а-а-а-а Сделай как такой культурный депутат Зажравшийся М-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а то есть в рот и в зубы, в нос не пускай, ты пускаешь в нос, заужаешь тембр, рот закрываешь и получается ты теряешь просто те обертоны, которые у тебя уже есть, потому что все наши обертоны, я напомню это каждый раз в уроках говорю, обертоны все, весь наш тембр, он образуется на голосовых связках, а уже потом в резонаторах он фильтруется или усиливается. О, здесь вот слышен был намек на импеданс, вот у тебя сейчас глоточка заработала, вот в последнем в этом разе, в самом последнем. О, воздух пропускать не стоило, значит не надо было и давать столько воздуха. О, у тебя прорыв произошел. Нужно было просто О, попробуй как бы сосредоточиться на глотке, вот чтобы у тебя там звук был. О, а затем после глотки сосредоточься на том, чтобы ни грамма не попала в носоглотку. О, а затем удерживай диафрагму на позиции вдоха. То есть у тебя диафрагма должна быть внизу, давить на твои внутренние органы в животе, грубо говоря. Да? Вот это давление, ты должен ощущать, что диафрагма там остается, независимо от твоего пения, независимо от выдоха. Понятное дело, ты выдыхаешь, когда поешь, и понятное дело, что воздух выходит, а значит вдоха никакого не происходит. Но ты сохраняй позицию вдоха у диафрагмы. Пусть это противоречиво, но вот это противоречие рождает правильную вокальную позицию. Ну, а делаешь, а, и чем выше идешь, тем, чем тебе сложнее, тем больше ты сохраняешь позицию вдоха. Нет, это не грамма невысоко для тебя Это ты осилишь очень легко Дело конкретно в позиции Ты просто форсируешь У тебя идет прорыв воздуха Идет слишком большое подсвязочное давление И плюс ты не контролируешь этот столб воздуха Не контролируешь, потому что у тебя скачет гортань и скачет диафрагма А у нас должен баланс между гортанью и диафрагмой быть То есть понимаешь, как будто все-таки нужно представить Именно в таком свете Что твоя гортань зафиксирована И твоя диафрагма зафиксирована И между диафрагмой и гортанью Есть определенное расстояние И пытайся сохранить это расстояние Я сейчас говорю образами Потому что научного языка в моих видеороликах хватает И в принципе в процессе этого видеоанализа Было достаточно научного языка Поэтому я тебе говорю образно И я думаю, тоже понятно Именно пытайся сохранить вот эту изначальную длину Расстояние между диафрагмой Между ее нижней частью Куполом диафрагмы И между гортанью Вот это расстояние сохраняешь Если сохраняешь это натяжение То тогда Не будет прорыва Не будет постоянных скачков воздушного столба Будет постоянство воздушного столба Постоянство плотности смыка А значит и равномерный выход воздуха Между связками И соответственно Правильное звукообразование Потому что будет правильно налажен Биомеханизм звукообразования Покраснел, вздулись Конечно, это народная манера Пюпитр Возьмите, пожалуйста Понятно Это было конкретно в народной манере у тебя Надгортанник полностью раскрыт Ты понимаешь, что такое надгортанник Это хрящ, который закрывает гортань нашу сверху Когда мы глотаем Это первый фильтр наш, так сказать Надгортанник в академическом пении Должен быть наклонен Наклон надгортанника Провоцирует сближение ложных связок Благодаря не смыканию Только, конечно же Не смыкание ложных связок Ни в коем случае А сближение ложных связок Благодаря сближению ложных связок Образуются мешочки Вот эти морганевые желудочки Вот эти пустоты Над истинными связками То есть между сблизившимися ложными И сомкнутыми истинными голосовыми связками У нас образуется Вот эта акустическая камера В которой усиливаются Обертоны, группы обертонов Высокой пёсческой форманты И голос фокусируется Это первый этап фокусировки звука Именно вот эти морганевые желудочки Вот эта полость резонаторная Но при условии Если надгортанник наклонён Сейчас ты конкретно показал Хороший пример народного исполнения А народная манера Подразумевает полностью Раскрытый Смотрящий вверх надгортанник Открытое пение И форсаж, конечно же Фокусировки звука нет Верхнего импеданса нет Потому что, ну, неоткуда отразиться звуку Обычно звук отражается от надгортанника Направляется на заднюю часть глотки А в данном случае Путь открыт Звук вышел Надгортанник его не встретил Да, стенка Внутренняя стенка надгортанника Не отразила звук И, значит, куда у нас звук пошёл? Просто пошёл распущенный по глотке И упёрся в мягкое нёбо Вот И в данном случае Если, допустим, даже не академической манерой Ты пел Но если бы грамотно мог использовать Хотя бы эту манеру Эту позицию Да, то есть народную или эстрадную То в данном случае Тогда пришлось бы тебе Тогда нужно было бы опустить мягкое нёбо Чтобы звук хотя бы пошёл уже В носоглотку Чтобы там было усиление Частот Хотя бы вот этой тысячи герц Тогда звук бы приобрёл Хоть какую-то собранность бы Да Но ты умудрился совместить Народную манеру С Академической Именно в верхней части глотки То есть народная манера На уровне надгортанника И академическая манера На уровне верхней части глотки Мягкого нёба Которого у тебя, в принципе Ты постарался как бы поднять И получается звуку вообще некуда идти Он упёрся В мягкое нёбо А мягкое нёбо Оно мягкое Оно не способно отражать звук Ну и получился такой форсаж То есть звук выходил Только выходил А чтобы не было форсажа Нужен импеданс Надсвязочно-акустическое сопротивление Чтобы звук отражался Если бы ты наклонил надгортанник Направил звук на затылок То есть наклонить, чтобы надгортанник У нас есть разные способы Поднять мягкое нёбо Опустить гортань И представить, что звук идёт на затылок Таким образом, ты можешь вызвать рефлекс Наклона надгортанника Конечно, вопрос уже Насколько ты его наклонишь Это по ощущениям И опять же Нужен опытный вокальный слух Но если есть вокальная интуиция То ты можешь сам контролировать это Главное понимать Так, я наклоняю надгортанник Или я его наоборот задираю Если ты это хотя бы понимаешь То это уже тоже первые шаги И над этим можно работать Как я, например, самостоятельно работал над всеми механизмами И не нуждался в опытном вокальном слухе Если есть вокальная интуиция и грамотность Андрей, большое тебе спасибо За твой труд Понимание Ты очень крутой Спасибо большое А у тебя обалденная улыбка добрая Сейчас мы зайдём в эквалайзер Посмотришь на свой тембр На абертоны Группы абертонов Именно посмотришь визуально На свою высокую певческую формату На свою низкую певческую формату Что громче Что тише Как звучит голос без этих формат Как звучит с усилением этих формат Ну вот интересная такая тема Давай сейчас заглянём Вот я сейчас выделю пики Основные Высокой певческой форматы Примерно 3000 у тебя Вот я её немножко усилил Чтоб ты послушал Как отличается голос Это я тот отрезочек вырезал Который мне понравился Который показывал несколько раз Вот снова видишь какой Высокопевческий формат Отдельно именно Вот даже визуально видно Видишь вот даже отдельно было Когда именно вот то что мне понравилось Было видно визуально как Высокопевческая формата Она выделяется именно От других групп обертонов Это я показывал без Высокопевческой форматы Низкоопевческая формата Примерно в пределах 520 ерц Сейчас мы её выделим Мамма Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Две группы форманты Это форманта глоточная И форманта ротовой полости Основной тон он такой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok